Наталья Дубовой. Теперь они представляют Беларусь. Они занимают 11 место после исполнения двух обязательных и оригинального танцев. Произвольный танец по Садобли. КОНЕЦ 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 Я напомню вам, уважаемые любители спорта, что произвольный танец длится 4 минуты. КОНЕЦ 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 Надо сказать, что все воспитанники Натальи Дубовой обладают высокой техникой скольжения, очень техничные спортсмены. КОНЕЦ 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 Ну что ж, закончился этот танец. Вы знаете, обаятельная, легкая, изящная партнерша. И, да простит меня, сам Вэл Гизолян, несколько критических замечаний в адрес. Он уж очень такой напряженный, серьезный. Вы знаете, это танец, это легкость, изящество. Ну, нельзя так работать на льду. Ну, я думаю, что у него такой опытный тренер и хореограф, что они, в конце концов, подскажут ему. Да я думаю, что он и сам это знает. Он где-то хочет держаться в тени своей партнерши, но вот не хватает немножко этой легкости. Все придет. Это действительно очень перспективный дуэт. О нем много говорят. Они удачно выступают в последнее время на международных соревнованиях. Ну, вот в прошлом году на чемпионатах Европы и мира в Хельсинки и Праге они были девятыми. В этом году на чемпионате Европы в Копенгагене десятые. Но это стабильный результат. 21 дуэт вот здесь на Олимпийских играх. Они одиннадцатыми пока идут. Тане Навка девятнадцать лет. Она, кстати, родилась в Днепропетровске. А Самвел Гизолян, он родился в Одессе. Но сейчас они считаются меньшанами. Вот. И тренируется в школе у Натальи Тубовой в Лейк Плесиде. Она сейчас тренирует ее школу в Америке. Ну, хорошие оценки. Ровные, как вы видите. 5-0-5-2. Это за технику исполнения произвольного танца. Вообще интересный дуэт. И за артистичность. Оценки выше. Это естественно. Это, я думаю, особо приходится на долю партнерши. Она здесь, конечно, ведущая. 5-4, вы видите, французский арбитр поставил оценку. Ну что ж, молодцы. Я вам хочу сказать, что здесь, на Олимпийских играх.